Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестирую уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 30 миллионов рублей. Его можно увидеть здесь на канале по субботу. А сегодня я продолжаю обзор биржевых инвестиционных фондов, обращающихся на Московской бирже. На канале уже были обзоры на фонды от ВТБ, на вечный портфель от Тинькофф Банка, точнее от Тинькофф Брокера. Еще раньше были и общие обзоры на фонды, представленные на Мосбирже. Также совсем недавно был обзор дивидендного БПИФ от компании Доход, который позволяет инвестировать в российские дивидендные акции. И ФиксДМ был прям вот совсем недавно. Все это можно увидеть у меня здесь, и это легко ищется в поиске на моем канале. Некоторые обложки от этих видео я собрал вот сейчас вам на экране. А в этом выпуске я расскажу о биржевом фонде от управляющей компании Альфа Капитал под названием Альфа Капитал, управляемые российские акции с биржевым тикером АКМЕ. Ну, точнее, тикер правильнее назвать будет АКМЕ. Ну, кому-то нравится, чтобы я правильно себе буквы называл. Вы узнаете, что представляет из себя данный фонд, какое у него наполнение и структура. Опишу его инвестиционную стратегию, узнаете величину издержек за управление и какую потенциальную доходность обещает нам Альфа Капитал от инвестиций в этот биржевой паевой инвестиционный фонд. Расскажу о плюсах данного фонда и, конечно же, вы узнаете, почему я не буду в него инвестировать. А это порой даже важнее знать, чем ознакомить спрос с описанием того или иного биржевого актива. Видео будет полезно всем, так как содержит описание большей части критериев, по которым стоит выбирать фонды для инвестирования. Уверен, что после этого ролика вы будете в состоянии критически оценить другие фонды примерно по тем же характеристикам и принять верное решение для своего инвестирования. Ну, а в будущем я планирую сделать что-то типа общего обзора по фондам от Альфа Капитал, так как много вопросов в комментариях, особенно по европейскому фонду, ну и там и по другим тоже. В общем, Альфа Капитал будет, видимо, все-таки у меня попозже. Поехали. Для начала обратимся к сайт управляющей компании Альфа Капитал и посмотрим, как они сами позиционируют данный фонд. И вот, что здесь мы видим. Выпив Альфа Капитал, управляемая российской акцией, является активно управляемым биржевым фондом, ориентированным на покупку акций компании с хорошими фундаментальными показателями и оптимальным сочетанием риска и доходности. В качестве бенчмарка определен индекс широкого рынка акций Альфа Капитал – российские акции. И управлять фондом будет портфельный управляющий УК Альфа Капитал. Из представленной информации можно сделать вывод, что перед нами фонд с активным управлением. Другими словами, рассматриваемый фонд не следует за каким-либо индексом, не копирует его полностью, а пытается обыграть рынок с помощью выбора наиболее перспективных компаний, по мнению управляющего Альфа Капитал. На своем канале я уже неоднократно упоминал, что в краткосрочной перспективе некоторым профессиональным управляющим, конечно, удается обыгрывать рынок, но на долгосрочной дистанции это практически невозможно. Даже Оракул из Амахи, старина Уоррен Баффет, в последние годы проигрывает индексу СНП-500. И это, в принципе, нормально. Вот и получается, что данный фонд – это тот же пиф, но только с возможностью его покупки на бирже. Эдакий волк в овечьей шкуре, если можно так выразиться. Пиф – это паевой инвестиционный фонд, который не торгуется на бирже. Ну, я думаю, вы это знаете. А теперь несколько слов о так называемом индексе, который типа повторяет данный фонд. Альфа Капитал российские акции – это индикатор, включающий обращающиеся на российских биржах акции российских эмитентов, а также акции и депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов, ведущих свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. В состав мы отбираем бумаги, ну, вот это слова, соответственно, с сайта Альфа Капитал. Так вот, в состав мы отбираем бумаги, которые кажутся нам наиболее привлекательными с точки зрения ожидаемой доходности и рисков, опираясь на детальный анализ компании, перспектив развития их бизнеса, макроэкономической ситуации и прогноза, а также наши оценки текущей конъюнктуры рынка и тенденции на рынке капитала. Данный индикатор рассчитывается московской биржей с учетом дивидендов по входящим в состав бумагам, ну, это индекс полной доходности, на основании портфеля ценных бумаг, сформированного специалистами УК Альфа Капитал. Ну, вот как-то так вот. То есть, по сути, покупая по этому фонду, мы отдаем свои денежные средства в доверительное управление конкретному управляющему, ну, или конкретной управляющей компании. А это делать, ну, совершенно ни к чему. Уже давно, на старте еще своего канала, я сделал вот это видео, обложка на экране. Там я описал некоторые свои ошибки вначале и даже в процессе своего инвестирования. В этом видео довольно однозначно сказано, что инвестировать в неиндексные пифы – это ошибка. К тому же я не раз говорил, что доверительное управление – это большие риски и лишние издержки для инвестирующего. Это важно знать. И я не вижу смысла доверять какому-либо управляющему от Альфа Капитал. Думаю, всем понятно, что он точно далеко не бафит, а заплатить за управление мне ему придется при любом раскладе. Но про издержки управления и другие нюансы будет информация чуть позже, вот в этом видео. А я сейчас очень хочу поблагодарить всех, кто поддерживает канал лайками и комментариями. Отдельное спасибо зрителям, которые поддерживают канал материально через кнопку «Спонсировать». Спасибо, что поддерживаете мои аналитические обучающие материалы и понимаете, что это нелегкий труд. Фонд был запущен и стал доступным для торгов на Московской бирже с декабря 2020 года. С момента запуска фонда его доходность составила около 14%. Это неплохая доходность, однако фонд очень молодой и его запуск пришелся как раз на фазу роста рынка акций. И ориентироваться на текущую доходность пока не имеет вообще никакого смысла. Для того, чтобы реально оценить эффективность данного фонда, должно пройти достаточное количество времени, и тогда уже можно будет адекватно оценить работу управляющих этим фондом. Но по факту это, в общем-то, даже и не интересно. Вряд ли управляющий окажется новым Баффетом, Рэйм Далио или Питером Линчем. Ну а теперь, как и обещал, давайте перейдем к самому интересному и важному. Сколько придется заплатить за все это удовольствие, за это активное управление. А тут мы видим одну из самых высоких комиссий за управление среди многих БПИФов на московской бирже. Ну и ETF в том числе. Общие издержки составляют 1,91%, ну то есть почти 2%. Это, конечно же, большой минус. На мой взгляд, комиссия очень высокая и совсем не привлекательная для долгосрочного инвестора. Но Альфа Капитал оправдывает столь высокую комиссию за управление возможностью заработать больше, чем дает просто индекс московской биржи. Но управляющий может и не заработать больше широкого рынка российских акций, а комиссию заберут обязательно. В этом есть уверенность. Но есть у этого фонда и плюсы. Есть и такое, как ни странно. Так вот, что же касаемо плюсов фонда, сюда можно отнести минимальный порог для инвестиций. Это всего 100 рублей. Такая сумма легко может вписаться в ваше регулярное инвестирование. Кроме того, плюсом считаю нулевую ставку налога на дивиденды, которые, кстати, реинвестируются внутри фонда. Ну, данная налоговая льгота также имеется и у многих других биржевых фондов на российский рынок. Ну, кроме разве что ETF-ов, по-моему, от Finex и ITI Funds. Там фонд Русе. В общем, такая льгота – это не редкость, совсем не редкость. И, по сути, получается, что это единственный существенный для инвестора плюс данного фонда от Альфа Капитал. Да и он не выделяет фонд среди основных конкурентов. Подводя итоги, скажу, что БПИФ от Альфы, управляемый российской акцией, очень неоднозначный. Он не подходит для пассивного инвестора. И на текущий момент времени пока непонятно, какие инвестиционные результаты от него можно ожидать и какая выгода может быть инвестору при покупке фонда. Мой вердикт – однозначно не покупать. О будущем я планирую сделать что-то типа общего обзора по фондам от Альфы, так как много вопросов в комментариях. И постараюсь выделить плюсы, минусы у этих фондов. В общем, если найду время, то сделаю. Но на сегодня это все. Хочу вам пожелать удачных инвестиций и достижений ваших финансовых целей. Всем здоровья и большого профита. И да пребудет с вами сила сложного процента.